Ну а в Кисловодске впервые провели Тбилисобу, грузинский праздник сбора урожая. С песнями, танцами и многочисленными гостями, представителями всех диаспор. В городе-курорте самая крупная национально-культурная автономия на Кавменводах. О празднике и традициях Маргарита Река. В гостеприимном грузинском дворике полное погружение в национальный колорит и фольклорное богатство страны. Под сенью виноградной лозы, рядом с собранным урожаем солнечной ягоды, грузинская кухня, традиционные блюда. Для гостей мастер-классы, например, по изготовлению чурчелы, грузинского виноградного сникерса. А еще знакомство с традициями, ремеслами, самобытной культурой. Тбилисоба праздник празднуется в Грузии, сбор урожая. И на территории Ставропольского края, в городе-курорте Кисловодске, даже можно сказать, в Северо-Кавказском федеральном округе, это впервые. Много интересного изготовления чурчхела. В Эвре это закопанные телины, кувшины в земле, которые хранились больше года. Их будут сегодня открывать и показывать, и угощать наших отдыхающих. Хинкали, сулгуни, грузинский сыр. Потом выпечка, лаваше, эстоник, грузинская печь. Ну и, соответственно, хачапури. И можно будет потом посмотреть погреб, винный погреб. Событие, параллельно проходящее в России и Грузии, как символ единства народов и дружбы. На первую Ставропольскую Тбилисобу приехали наши коллеги, съемочная группа грузинского телевидения. Тбилисоба – это праздник не только для грузин, это праздник тех людей, которые жили в Советском Союзе, когда были мы вместе, все праздновали этот праздник. Россия и Грузия – друзья навеки, и это знают и в Грузии, уважают россиян. И уже у нас есть авиарейсы, через 40 минут можно попасть в Кисловодск, Таврополь, Весендуки и Стбилиси. И укрепляемся, дружим. Гостями праздника стали представители национальных диаспор, населяющих Кисловодск и Кавказ. Они также знакомили публику со своим фольклором, традициями. Испокон веков здесь представители разных народов, конфессий, живут в добрососедстве и дружбе. Грузия и Россия сближаются, мы обе православные державы, мы идем на сближение. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о включении в этносовет при президенте, руководителя грузинской общины по всей Российской Федерации. То есть это еще один факт сближения между Россией и Грузией. И мы, как казаки, тоже являемся связывающим звеном между славянским населением России и народами Кавказа. Поэтому мы не могли остаться в стороне и всей семьей решили поддержать такой замечательный праздник. Когда ты углубляешься в культуру его, ты не можешь не изучать традиции и обряды других народов. Потому что без углубления и в другие традиции ты не познаешь свою, на которую также было какое-то влияние, оказалось спустя годы. Грузинский праздник урожая, как и возможность знакомства с традициями, объединяющие все национальности на Северном Кавказе, имеет большое значение. Значение подобных мероприятий очень сложно переоценить, поскольку вне зависимости от того, что происходит на политической арене народы, проживающие в том числе на Северном Кавказе, на Кавказе в целом, они хотят жить и взаимодействовать друг с другом на принципах взаимного уважения, согласия в мире и в гармонии. Тесловодская Тбилисоба станет теперь ежегодной, объединяя через традиции культуру все нации. Маргарита Река, Николай Ванесян, 200, Ставропольский край.